всем привет вы находитесь на канале old dutchman с вами я владимир козырчук и сегодняшняя тема у нас выпуске креатин и его побочное воздействие на организм я специально для того чтобы не быть голословным посмотрел некоторые ресурсы в интернете продающие спортивное питание биодобавки и вот сам этот креатин и так далее и пришел к выводу но это конечно же мое личное мнение оно может идти в разрез с мнением тех кто в первую очередь продает этот креатин и в разрез с мнением тех кто потребляет его как воду или как воздух ежедневно поэтому я высказываю здесь на этом канале только свое мнение и ссылаясь на результаты анализов различных медицинских лабораторий говорю вам к чему может привести не то что чрезмерное употребление креатина а вообще употребление креатина в качестве дополнения к вашему рациону питания и так начнем с того что в одной мерной дозе вот этой вот маленькой баночки черпачке скажем так креатина который вы мешаете себе в смузи делая коктейль находится белка содержание которого соответствует двум килограммам свинины то есть если вы съедая два килограмма свинины получаете необходимое количество белка вашему организму то съедая одну такую мерную дозочку вы получаете равноценное количество белка из этой баночки двум килограммам свинины съеденным допустим ранее но вы же делаете себе коктейль не из одной такой мерной дозочки вы делаете коктейль из пяти шести а то и восьми таких мерных дозочек у меня вопрос к тем кто стоит горой и готов драться до последней капли крови за употребление креатина в пищу ребята вы сможете съесть 12 или 14 килограмм свинины в день подумайте над этим каким грузом ложится все это на ваш организм ваш желудок и в первую очередь на ваши почки на одном из интернет ресурсов было написано о том что креатин перед тем как его выпустить масштабное производство проходил проверку в различных спортивных лабораториях и те побочные эффекты которые были вызваны этим креатином можно свести практически к нулю потому что из тысячи допустим испытуемых только у одного или двух возникали побочные эффекты сводимые к перенасыщению организма влагой к дисфункции почек и что самое интересное написано о том что такие побочные эффекты как пагубное воздействие избытка белка на сердце или на печень к сожалению являются вернее как они говорят к счастью являются мифом и себя не оправдывают на практике ну так вот возвращаясь к теме поедания креатина и всех вот этих вот белков я хотел бы просто акцентировать ваше внимание на том что при избыточном количестве белка потребляемого вами ежедневно в виде вот этого креатина или креатинин моногидрат как он называется правильно ваши почки перегружаются работой через почки проходит кровь и они являются фильтром нашего организма которые освобождают кровь от вредных веществ от различных токсинов от балласта и естественно перегоняя лишний балласт вместе с влагой в мочевину и избыточное количество белка может вызвать не то что почечные колики может вызвать спазмы самих почек то есть как судороги и те кто знают что такое пиелонефрит причем острые приступы пиелонефрита когда человек не может встать с постели когда он лежит мучается и состояние такое что любое движение даже головой вызывает сумасшедшую тошноту приподняться он не может дичайшая тошнотная боль в пояснице и люди знают о чем я говорю так вот избыток белка креатинина вызывает такие вот спазмы в почках вызывает почечные колики приводит к дисфункции почек в результате чего если вы будете перебирать с этим белком в конечном итоге просто напросто ваши почки откажут кто не верит в то что я говорю посмотрите в интернете очень много информации о тех бодибилдерах которые жрали безмерно все вот эти вот белки все эти примочки прибамбасы тот же самый насыр аль санбати умерший от отказа почек у него половина органов отказали из-за употребления стероидов и вот этих всех протеинов просто так к примеру так вот употребляя креатин в пищу употребляя креатин как спортивную добавку для возобновления энергии для роста мышечной массы вы губите свое здоровье изнутри то есть снаружи вы будете выглядеть как румяное яблочко а внутри вы будете гнить как не знаю как как банан например это так просто к слову очень много есть результатов и подтверждающих мои мои слова подтверждающих действительно клинические исследования но почему эти исследования почему эти результаты очень тяжело найти в интернете потому что фирмы производители вот этих всех белковых соединений препаратов этих протеиновых стероидов они просто-напросто выкупают себе место на рынке для того чтобы находить доверчивых людей спешащих нарастить себе красивую спортивную фигуру набить себе мышечную массу не вдающихся в подробности а что будет потом это я просто так вот вам решил в этом видео выпуске кратко сказать о том какие последствия могут у вас возникнуть в организме при приеме этого креатина не говоря уже в избыточном приеме этого креатина прежде чем заниматься прежде чем качаться подумайте а стоит ли делать это 30 лет назад когда на территории бывшего союза очень хорошо начал развиваться бодибилдинг в каждом городе были различные федерации различные организации многие спортзалы переоборудовались под качалки люди использовали в силу своей невозможности купить сумасшедшие за сумасшедшие деньги мегамас hard body там белковые протеины или еще как-то они там назывались по-разному люди ели рис люди или гречку люди или вареные яйца и у них были чистые мышцы чистая мускульная масса у них было намного меньше проблем со здоровьем и у них было намного меньше жировой прокладки жировой прослойки между мышцами и кожей что конечно не скажешь о тех людях которые жрали не там внутри таблетка как и назывались метандростендиол были таблетки и метандростенол он они продавались свободно в аптеках их можно было покупать у людей были различные программы по которым они и принимали эти таблетки доводя прием таблеток по моему до 10 штук в день и потом снижая какой-то перерыв потом опять да они выглядели по началу круто они выглядели супер как качки но потом когда они заканчивались с этим курсом метана и других вот этих вот анаболических препаратов себя показывала печень не только печень но и сердце а по печени увы нарушался обмен веществ в организме нарушались процессы метаболизма и практически все те кто когда-то 30 лет назад раскачивался жрал этот метан сегодня ходят жирными тюфяками страдающими проблемами сердца страдающими печенью страдающими почками некоторые вот из параллельного класса у меня было несколько человек которые действительно качались метаном к сожалению они уже умерли вот такие вот печальные события печальные такие вот последствия всех этих анаболиков приемов стероид на обычных людях один умер когда ему было 37 лет один другой умер по моему 36 лет еще один человек сейчас не знаю но он уже весит килограмм 170 у него сумасшедшие проблемы с дыханием он по ночам спать не может у него отказывает дыхательная система там еще несколько человек которые качались вот этим вот анаболиками вся и все этой ерундой в конце 80-х начале 90-х годов они увы уже больные люди так поэтому я вам говорю ребята подумайте прежде чем кидаться с головой в омут рекламы продажи этих всех протеинов стероидов спортивного питания якобы проверенного спортивными лабораториями и допущенного к продаже в розницу что вам дороже ваш внешний вид или ваше здоровье в общем делайте выводы я свое мнение сказал с вас лайк подписка почему подписка потому что процентов 70 80 посетителей которые заходят ко мне на канал они смотрят видео не подписавшись то есть они попадают на рекомендации и смотрят это видео поэтому будет и мне приятнее и вам полезнее если вы подпишетесь на этот видео канал поставите лайк поделитесь видео с друзьями не забывайте о том что у нас на канале очень часто появляются различные новые видео полезные видео информативные видео с вами был я владимир казарчук автор канала ол дачман всем удачи пока